Лучших юных инспекторов дорожного движения выбрали в Гродно. Пока только по итогам районного этапа конкурса. В нем приняли участие 9 команд. Соревнования прошли на базе средней школы номер 12. Все этапы здесь организовали параллельно. В этом зале ребята демонстрируют агитационно-художественное представление. Другими словами, визитку своей команды. В игровой форме нужно показать, что в случае необходимости они смогут обезопасить себя на дороге. В соседнем кабинете участники уже решают тест на знания правил дорожного движения. А на школьном дворе под наблюдением инспекторов конкурсанты соревнуются в фигурном катании на велосипеде. Здесь предусмотрено две трассы для старших и младших участников. Также в программе конкурса сюжетная игра. Юные инспекторы пробуют себя в роли регулировщика, пешехода, мотоциклиста и автомобилиста. Это большой опыт. То же самое катание на велосипеде, опыт пообщаться с другими ребятами, даже если выход на республику. Также большой опыт поработать с инспекторами и возможно даже кому-то понравится, кто-то захочет с судьбу с этим как-то соединить. Главная цель – это обучить, научить, привить знания и правила поведения на дороге. Научить, как, например, наш отряд. Они не только сами изучают правила дорожного движения, но и выступают волонтерами среди деток нашей школы. Такой слет юных инспекторов дорожного движения проходит ежегодно. Победители этого этапа соревнований отправятся представлять свой район на областном уровне. Всего в отборе принимали участие школьники из трех районов города – Октябрьского, Ленинского и Гродненского. Все показали высокий уровень. Сейчас тесты ПДД решаются на компьютерах, поэтому там автоматически выбирается лучший участник. А по всем остальным есть критерии оценки, которые прописаны в положении, ну и в соответствии с этим сотрудники госавтоинспекции выставляют итоговые баллы.